Так, сейчас я покажу некоторые фишки у Black Mamba Pro. Фишка называется вертолетный триммер. Те, кто летает на настоящих вертолетах в реальной жизни, прекрасно знают, что это такое. Ну или те, кто летает в хардкорные симы, типа К-50, Ми-8, ДСЦ. Теперь вертолетный триммер можно использовать в любой другой игре. Ну, давайте, наверное, заведемся. И по рейсам, по шпалам поедем. Эх, главное, чтобы пара осика не было. Так, сейчас я смесь немножко подрегулирую. Так, все смесь обрегулировано. У нас второй стабилизатор. Так, отлично. Ну, собственно говоря, показывает, в чем суть. Несмотря на то, что я сейчас запрегулировал стабилизатор РУС-Е5А, если я сейчас отпущу РУС, то он резко начнет задирать носик вверх. Показывает. Триммеры в Первой мировой войне на самолетах отсутствовали. Так, ой-ой-ой, здесь пора уже РУС брать в руки. Так, выпрямляю. И лечу. Чтобы лететь по прямой, мне необходимо РУС постоянно отклонять немного от себя. Показываю, как он в нормальном положении находится. Так, как в прямолинейном полете. Ручки от этого, конечно же, устают. Немножко неудобно. И чтобы, собственно говоря, этого избежать, просто тренировать самолет, можно воспользоваться ручей Black Mamba Pro, которая называется Триммер по вертолетам. Вот, я вчера попрошил контролер, настроил, собственно говоря, кнопочки на это все делать. Сейчас покажу, как это работает. Так, внимание, начинают тренировать. Все устройство запомнило положение осей и сместило. Отренировал, мы видим, что самолет блескопошел вниз, поскольку оси сместились. Упрямляю крафт, отпускаю РУС, и вуаля, крафт летит по прямой. Ну, немножко криво отримировал, но смысл понятен. На настоящий момент в игрушке битва за Сталинград тренирования вообще нет. Тренировка была бы очень даже полезна. Роги, по крайней мере, я буду пользоваться этим точно. Давайте еще раз попробуем. Кстати, говорят, тренер можно сбрасывать, тоже можно назначить на кнопочку. Сейчас произойдет сброс, и самолет, соответственно, должен будет резко задрать носик вверх. Вот, пожалуйста, что и происходит. Сейчас мы летим с дипломкой на стройкой России. Можно немножко подурачиться даже. Вот такой вот защитный маневр неплохой. Редко, правда, его использую. Штопорная бочка некая. Так, ну что, давайте еще раз покажу. Тренирую. Так, что-то я сделал неправильно. Тренирую. И все, самолет отренирую. Выпрямляю. И вуаля! Траб идет по прямой. Сразу скажу, с этим джойсиком лета очень пленово. Стреляя с ним тоже очень пленово. Потому что ход руса очень длинный. И после настройкиного джойсика очень выкрымочно моторика ломается полностью. Все рефлексы. Все это не актуально. Приходится учиться летать заново. Вот мы увидим там машинку. Сейчас попробуем по машинке выстрелять. Так, что-то про радиаторы я забыл совсем. Ну да ладно. Какая-то машина постоит сейчас. Вот мы. Все не заморачивали. Эх, плохо прошелся. Но в принципе у него критические повреждения начали взорваться. Попробуем по другой машине. Да, другой здесь нету. Идем обратно. Так, вот на этот раз яблочко. Очень непривычно управлять с длинным ходом руса. Сейчас попробую сбросить ремер. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Теперь опять отримирую. Все, убираю руки. Самолет идет по прямой. Так, ну что, взлетал с железной дороги, поэтому надо садить Кравкожеву на железную дорогу. Только что-то я поблизости здесь ее не вижу. По идее, должна быть рядом с городом. Ох, какой филд замечательный. Сейчас мы на него и сядем. Сейчас мы на него и сядем. Сейчас мы на него и сядем. Ага. Немножко побутал короче. Ага. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Эх, была не была Главное яблоки не собрать Ветки, 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 ветки Так, ну где Филтэр? Да ты зови, у нас Санин герой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот так вот и бывает Почти доехал и... Эх! Ну ничего В общем, вот такой вот триммер